Привет, друзья, это Таран, как вы уже поняли из названия, у нас сегодня очередной видос, обзор на очередной мой рюкзак. Вы знаете мою риторику, если давно подписаны на мой канал, что рюкзак это как автомобиль, это как какая-то электроника, это как какая-то мебель, какой-то ремонт в доме, это всё никогда никого до конца не устраивает. Ну типа ты такой смотришь на что-то, думаешь, вот да, действительно, блин, это оно, хватаешь, надеваешь, идёшь куда-то, что-то делаешь, работаешь, снимаешь, пользуешься и со временем понимаешь, ну блин, вот этого не хватает, вот этого не хватает, этого не хватает. Сегодня я в этом видосе не решу все ваши проблемы, я не скажу, что этот рюкзак самый высший вообще пилотаж, блин, вот я не скажу, что это вот прям вот-вот всё на этом свет клином сошёлся и больше вы никогда себе ничего покупать не будете, нет. И для меня, и вполне возможно, что для вас этот рюкзак будет неким таким очередным проходным, будем так говорить, моментом в поисках того самого лучшего. Но, вот с полной ответственностью могу заявить вам, что этот рюкзак на самом деле покрыл половину вот того, чего мне не хватало вот в каких-то моих предыдущих моделях. Если вы давно смотрите мой канал, вы прекрасно знаете, что предпочтение я отдаю саквояжам, я обожаю саквояжи, различных проявлений, у меня были тембы, манфроты, да они сейчас есть, я ими пользуюсь периодически. Но пользуюсь я ими периодически именно в тот момент, когда я могу подъехать куда-то на съёмку на автомобиле, открыть багажник, достать этот саквояж, принести, поставить, раскрыть, достать камеру и сидеть, чего-то там поливать, снимать. Когда мне нужно снимать какой-то ивен, когда мне нужно куда-то идти вдаль, то, естественно, выбор мой, конечно же, остаётся за рюкзаками. И вот с недавнего времени получается так, что я ещё регулярно бываю в Москве, в Питере, по всяким там делам, то иногда езжу на какие-то фестивали, то иногда езжу что-то там снимать, о да, о боже, вот, я ещё что-то продолжаю снимать, до сих пор удивительно, херняж, плакать хочется. Ну, в общем, не суть, вы знаете, бесит сам факт того, что ни в один мой саквояж, ни в один мой рюкзак я не могу положить вещи. То есть мне приходится, помимо основного, огромного вот такого чемодана, какого-нибудь типа тембы, самой максимального литража или манфрота вот этот, вы его все помните, знаете, да, у меня был. Вот помимо его огромного размера, мне приходится тащить ещё какую-то сумку, куда я буду складывать штаны, трусы, футболки, вот это зубные пасты, там, тапки, дополнительную какую-то обувь и ещё что-то. Либо ещё что-то там положить, типа, ноутбук, зарядки, там, ещё какие-то фигни, и по итогу получается, что я выгляжу как самый натуральный в самом деле турист. То есть я еду не по работе, я еду не зарабатывать, а я еду как будто бы на какой-то отдых, ну, вот ещё тащу с собой гигантский какой-то чемодан. Со временем я начал оптимизировать эти все вещи, я начал меньше брать на выезды оборудование, ну, типа, мы всегда согласовывались с остальными операторами и с какими-то там режиссёрами, если они есть на площадке. Что именно конкретно нужно, какие задачи у нас там будут стоять, и я брал вот чётко конкретно под поставленные задачи. То есть ты читаешь ТЗ, ты читаешь плюс-минус сценарий, ты понимаешь, где это будет всё сниматься, и тебе не надо вести ворох вот этого вот оборудования. И случилось так, что с уменьшением количества сетапа, который я вожу с собой, места, блин, для вещей всё равно не остаётся. Я появился тогда выслить, что я всё равно вот приезжаю куда-то на какие-то съёмки, и я всё равно тащу с собой два рюкзака. Ну, типа, один у меня рюкзак с оборудованием, который висит у меня на плечах, потому что это сильно лучше, чем сумка-саквояж на самом деле, да? Ну, типа, тут вес распределяется, всё такое. А второй рюкзак, это рюкзак с вещами, которые я несу просто в руках. Были у меня даже такие моменты, когда мне надо было подниматься на гору 2,5 километра в гостиницу. Сзади у меня висел чемодан, короче, с оборудованием, а спереди я ещё вот так вот напялил чемодан с барахлом и ещё нёс маленькую сумку с дополнительными кроссовками, в которых, блин, оказалось, было удобно по горам потом бегать. Ну, типа, это вот такой геморрой, который, вы знаете, он не решается просто оптимизацией пространства. Но оптимизация в этом плане, конечно, помогает. Я вам сегодня покажу, вот, что я имею в виду, в принципе. И вот этот рюкзак, это очередная, наверное, часть, я надеюсь, это очередная часть, очередное какое-то звено вот в этой вот моей бесконечной цепочке поиска самого идеального, вот того самого рюкзака, наверное, который я вот надену на себя и скажу, вау, классно, пацаны, вот это вот моё всё берём. И вы знаете, абсолютно очаровательный есть у нас магазин один в России, я ссылку оставлю в описании. Ребята вообще без проблем, я к ним подходил и когда-то на прошлых там вид МК у них там были стенды на различных фестивалях по видеографии. Я говорю, чуваки, мне вот это нравится, нравится, набери. Причём, ребята мне нравятся, они не ставят никаких условий, ты обязательно должен говорить что-то хорошее, надо обязательно снять видео, мы его согласуем, там это. Нет, я мог бы вообще не снимать этот видос, просто сам факт того, что я пользуюсь, допустим, вот этой шимодой, вот именно вот этой шимодой X5 или как она там называется, M5, да, это первая шимода в моей жизни, я много про неё слышал. Но это шимода номер один у меня, я девцелик был по шимодам, да и в принципе по туристическим рюкзакам, это туристический рюкзак, я вам попозже это докажу. Вот, и они предложили, бери какой хочешь. Я сначала выбрал оранжевый, у них есть оранжевый цвет, красный вообще мой любимый, как вы уже наверное догадались, да, из стримов и всего вот этого. Но я вот насчёт красного и оранжевого, я подумал, что слишком пёстро, слишком ярко, типа я уже старый индеец, мне уже 50 там плюс-минус. И вот ходить с оранжевым рюкзаком, оно как-то не моё, хотя я всю жизнь придерживался риторики, что когда ты работаешь в какой-то группе снимок, да, чем ярче и пестрее будет выглядеть твоя сумка для стафа, тем ярче, чётле и отчётливее все будут понимать, что это именно твоё. О, увидели оранжевый рюкзак? О, это тарана рюкзак там, или ещё такого, то есть не будет никогда никакой путаницы. Да, ещё, правда, есть там прикол один такой, вы знаете, по самолётной теории, красные и оранжевые рюкзаки в багаже всегда закидывают в самые тёмные места, чтобы их там не забывать. То есть вот есть такая самолётная теория, которая в принципе подтверждается некоторыми фактами в интернетах, и вот как бы вот по этой причине я такой, блин, ну ладно, нет, давайте пускай он будет чёрный. Тем более этот чёрный чертовски хорошо смотрится в луте Джон Вик, он приобретает такой благородный какой-то титановый оттенок и всё такое. Ну, в общем, чё, давайте я вам сейчас бегло немного расскажу о функционале, об основном предназначении этой штуки и начну, конечно же, с восторгов, ребят. Ну, это восторг. То, как эта штука сделана, почему я её назвал туристическим рюкзаком, ну вот-вот тут на это есть много причин на самом деле. Вы знаете, первое туристическое её, вот это туристическое, первое его туристическое, оно, конечно же, проявляется вот с этого вот. Я не знаю, как у альпинистов, у туристов эти вещи называются, по-моему, это называется слайдер. По мне, так это какой-то пояс дополнительный, ну, наверное, это слайдер. И фишечка начинается с того, что это не просто ремень, вот как в обычных рюкзаках. То есть, парни здесь знают, что если ты накинешь сюда стафа, если ты накинешь сюда какого-то своего барахла, там, квадрокоптеры, батарейки, ноутбуки, эта штука будет невероятно тяжёлой. Именно по этой причине я не очень в последнее время жалую именно саквояжи, потому что невероятно тяжело носить это всё в руке. Да даже если ты повесишь, вот так, переложишь на ремне это всё вот так, через плечо, это всё равно будет тебя гнуть, изгибать, и все твои грыжи будут такие, хо-хо, таран, спасибо, давай ещё. В общем, для этих вещей придумывается вот эта штука. Во-первых, когда ты идёшь интенсивно, а твой попец рюкзак не хлопает тебя по пояснице. Это очень важный такой момент. Второй момент, нет, на самом деле эта штука создана для того, чтобы вес распределялся на твой тазобедренный сустав. Именно по этой причине эта штука здесь сделана по-туристически грамотно и правильно. То есть здесь мягкие вставки, там внутри какой-то баллистический силикон, который как бы не позволяет этой штуке очень долгое время терять форму, там перегибаться, самое главное мокнуть, если ты с этой штукой попадаешь под дождь. Вы знаете, да, в дешёвых рюкзаках есть вот этот эффект, когда вот в лямках внутри находится какая-то абсолютная там фигня, знаете, которая перекладывает там обувь, наверное, в обувных коробках. Вот она намокает, она напитывается водой, ввиду того, что она синтетическая, вода оттуда долго не выходит, и у вас лямки эти постоянно мокрые. Потом они начинают пачкаться, они, короче, пачкают одежду и всё такое. Здесь это полностью исключено, потому что, ну, по заверениям самого производителя, да и плюс, ты видишь это просто по качеству, вот эта вот штука, этот слайдер, поезд на поясник, как оно, оно сделано очень качественно. Мало того, вы знаете, при ближайшем рассмотрении оказалось, что вытащить-то эту штуку отсюда на самом деле очень легко. Есть здесь вот такое специальное крепление, и вот когда я пытался её тянуть, знаете, вот убрать отсюда, ну, потому что, вы же знаете, я крупный парень, да, у меня тут целый спасательный круг, и вот как бы перемещаться там на один-два километра от автомобиля куда-то в сторону, ну, мне вот эта штука на самом деле, она не очень-то и нужна, если на то пошло. Так вот, если она вдруг тебе всё-таки понадобилась, дорогой мой друг, ну, вот, вот вдруг, вот, о, всё, сегодня надену вот эту вот фигню, потому что я без неё души не чаю, и начнёшь, ты начнёшь пытаться её туда всунуть, то у тебя возникнут проблемы, потому что она очень плотная, такая. Так вот, производитель сделал здесь вот такую лопатку, ну, вот такая вот штука, вы не поверите, но эта штука специально для того, чтобы вот этот вот самый слайдер, смотрите, как он тут заботливо у нас ещё прицеплен на специальном таком, короче, ремешке, вот здесь вы его фиг потеряете когда, то есть все эти штуки, их можно отсюда снимать, отстёгивать, выстёгивать, да как угодно. И вот, чтобы ты мог этот слайдер задеть обратно, они здесь сделали вот такую вот штуку. Как засовывать эту штуку вовнутрь, вы там, я думаю, разберётесь, просто её будете толкать этой штукой, пока с этой стороны не вылезет, да, и не подхватить её там. Но и также, поскольку внутри этой штуки находятся липучки, эти липучки надо как-нибудь отодрать, поэтому вы вот таким простым движением отдираете эти липучки, вставляете туда, либо вытаскиваете, и вот эту штуку, как вы уже догадались, она ничего не весит, она абсолютно тотально невесомая, можно оставлять прямо здесь, то есть у нас здесь ремень, вот эта штука для открепления вашего вот этого вот слайдера, или как это называется, ремешок. Я её у себя со своего рюкзака, естественно, сниму, ну, потому что я не хожу на такие далёкие дистанции, поэтому она мне как бы тут являет неким таким рудиментом. Едем дальше. Второе, что бросается в глаза сразу же, это наличие отличной ткани от ткани самого рюкзака, то есть эта штука сделана из какого-то, я не знаю, это называется, по-моему, баллистик, вот такого рода ткани, которые отталкивают воду, пыль там всё, при этом они абсолютно паронепроницаемые, вы не боитесь с ней выйти на дождь, там ещё куда-то, но вот то место, где ваша спина контачит непосредственно с рюкзаком, оно отделывается здесь совершенно другим материалом, для чего? А просто для того, чтобы это всё дышало. То есть вам в спину прилипает не баллистик, не вот эта вот клеёнка, да, какая-то непонятная, а вам в спину прилипает такой себе прям трикотаж. Мало того, этот трикотаж формованный, отсрочен со специальным таким гелем, то есть тут гелевые подушечки, которые, собственно говоря, вот этот вот весь вес там, всего того, что у вас лежит, да, будут плавно перераспределять у вас по позвоночнику. Мало того, здесь ещё, это универсальный размер рюкзака, потому что, ну, как бы, он один, ну, или, по крайней мере, мне показалось, что он один, и поэтому, чтобы подгонять вот эту вот штуку по вашим спинам, вы все прекрасно знаете, особенно если там у кого-то из вас маленький рост, либо ещё что-то, что эти лямки бывают большеваты, иногда эти рюкзаки выглядят как парашюты на спине, ну, вот буквально. И мало того ещё, если рюкзак у вас будет висеть таким образом, что он будет бить вам по заднице, простите, да, то рано или поздно это приведёт к искривлению позвоночника, то есть эта штука вся вам будет тянуть это всё назад, и вот чтобы правильно это всё посадить на вашу дорогую, драгоценную спину, эти ребята здесь сделали вот такие вот прихваты, в которые, собственно говоря, эти лямки и переставляются. То есть вы понимаете, да, как это работает? Мы снимаем лямку отсюда, она у нас здесь лежит вот в таком специальном вкладыше, вот эта вся липучка отдирается, просто перехлёстывается и замыкается по размеру, какой вы там имеете для себя. Ну, допустим, если ты маленький, small, medium, средний, да, и L это такой типа лох, короче, умеренный, и XL это я, это вот я вот жаробас. Тут же рядом находятся вот такие вот различные петельки для крепления различного стаффа, то есть вы не представляете, сколько здесь различных штук, чтобы что-то там закрепить. Туристические рюкзаки имеют у себя вот на борту, будем так говорить, всё абсолютно то же самое, потому что туристические снаряги для дооснащения рюкзаков продаётся великое множество. Не обязательно их покупать именно этого производителя. Можно взять любую штуку там, какую-то сетку, какую-то отдушину там для спины, ещё там чего-то. То есть, допустим, вот сюда вот на вот эти четыре проушины ты можешь купить профессиональную отдушину для путешествия на велосипеде. Ну как это отдушина, я не знаю, как называются эти штуки, когда чувак едет куда-то, велотуризмом занимается человек, и у него рюкзак находится на некотором расстоянии от спины. То есть, такие штуки продаются пластиковые, ты можешь её сюда повесить, и всё здесь для этого как бы есть. То есть, проблем с тем, что если ты захочешь взять с собой оборудку, положить туда кучу барахла и поехать на велосипеде что-то снимать, проблем здесь не будет вообще никаких. И вот это вот меня поражает больше всего. Лямки, это, конечно, здесь вот в этой модели, это отдельное произведение искусства, я вам отвечаю. Просто на моей памяти я видел кучу рюкзаков, потому что я их всю жизнь перебирал. У меня есть куча моделей, которые до сих пор у меня валяются в гараже, там их великое множество. И вот я на лямки всегда обращал пристальное внимание. Дело в том, что здесь используется точно такой же вот этот вот силикон, такой как типа или гель, вот что это такое, которое используется у нас вот здесь в спине. То есть эти штуки мягкие. Если ты субтильный юноша, вот у меня вот здесь жир везде, мышцы там, жир вот это вот, все, мотивация. Вот. А если у тебя там косточки, то как быть? Вот поэтому вот ребята здесь позаботились, конечно же, вот о твоих вот этих вот драгоценных здоровьях, да, вот таким образом. Далее идут страховочный, так называемый страховочный. То есть если эта штука у тебя отвалится, эта штука тут еще напрочь пришита. Все это дело регулируется еще помимо вот этих регулировок здесь с этим. Есть вот такие вот отдельные отделчики. Для чего? Для карабинов, чтобы ты мог повесить туда там фонарик, я не знаю, гупрошечку там, зацепить там еще что-то, еще что-то, телефон там, еще какую-то фигню. Отдельные вот такие вот пластиковые проушины. Вот это, кстати, удобная штука, я заценил. Ну, когда вот так идешь в этом рюкзаке, вот так можно вставить туда большие пальцы и просто вот так идти. Но это весь. Да нет, на самом деле, я прикалываюсь, сюда опять-таки вы можете ставить сюда какую-то снарягу там, все, что захотите. Далее очень интересный момент, как они использовали эти вещи, вы понимаете? То есть когда этот ремень надет на тебе, он выглядит, блин, как какая-то разгрузочная жилетка. Ну вот, ей-богу, сразу видно, что ты Анатолий Андреевич будущий. Ты сразу видно, что какой-то видак. Здесь есть вот такие вот карманы. Интересно, смотрите, да? Мой любимый цвет. Это бирюза, которая всегда у меня подсвечена на стримах. То есть если хотите посмотреть, как это выглядит, да, заходите ко мне на стримы и смотрите, как это выглядит. Вот это вот нерастропность. Вот. Большой телефон. Это Pro Max. Любой Pro Max iPhone. Это самый большой телефон, наверное, в мире. Кладу его в этот карман, пожалуйста. Мало того, что здесь молния защищена от влаги, так еще вся эта штука, она внутри еще, блин, подбита мягонькой тканью. То есть вот этот весь, чтобы твой телефон, божечки-божечки, там обо что-то ударился, либо покоцался, либо еще что-то. Так это и этого было им мало. То есть вы же знаете, что большинство из нас абсолютно жадные, скряги какие-то до денег и никогда в жизни себе не покупают беспроводные наушники. Так вот, ребята, смотрите, здесь есть вот такая вот дырочка. Мало того, что эта дырочка позволит, если сюда попадет влага, просто ей оттуда вычесть. Вытекти, вытекти. Так вы еще сюда можете воткнуть проводной наушничек, просунуть его вот сюда, застегнуть ваш айфончик и ходить слушать музычку, когда идет дождь. Кайф. Вот такие мелочи, но здесь этих мелочей просто великое множество, чуваки. И самое интересное, что внутри, даже внутри есть какой-то ремешочек. Вот зачем он здесь нужен? Ну вот, но вы все равно найдете ему применение, да? А нужен он, знаете, для чего? Можно сюда вставить какие-то документы, которые у тебя не упадут, когда ты вдруг резко распахнешь эту фигню и захочешь что-то оттуда достать. А права твои останутся там. Это же кайф, они будут где-то плавать в луже. С этой стороны у нас идет абсолютная копия того, что мы видели здесь. С той лишь разницей, что здесь кармашек у нас имеет немного другую геометрию. Смотрите, как четко сочетаются ткани. То есть у нас здесь есть какой-то подпружиненный такой, подпружиненный, немножко стрейчевый такой трикотажик какой-то. Сверху идет вот этот же самый баллистик, и все это дело отстрочено. Я не знаю, вот зачем? Вот казалось бы, да, ну вот, ну вот зачем? Этого же никто не увидит никогда. Ну вот зачем вы, вот для чего вы это делаете? Нет, они это сделали. Знаете почему? Потому что это, блин, круто. Потому что вот все, весь кайф, весь цимис любого изделия, которое круто выглядит, которое крутое, за которое просят неплохие деньги, вот весь его кайф, он ткется вот из таких вот маленьких мелочей. Это знаете, как лоскутовое одеяло, которое вот ты вроде собрал тряпок, ну это какие-то тряпки, огрызки, и бац, это превращается в красивейшее покрывало какое-то, да, которое ты пользуешься, укрываешься, там девки к тебе приходят, вау, где ты взял такое покрывало? И быстро раздеваются туда, прыгают все в кровать к тебе, вот это все, вот это вот оно. Пойгай, то есть ты берешь рюкзак, и тебе автоматически начинают женщины появляться. Так, можно ли сюда засунуть Pro Max? Да вообще на изи. Знаете, сюда можно засунуть два Pro Max сюда, один Pro Max сюда, и ходить всем говорить, у меня три айфа, смотрите, я успешный видеограф. Вот, ну короче, не суть, карман здесь, карман здесь. Вы где-нибудь видели рюкзаки вообще в продаже, видеорюкзаки, которые вот точно так же используют, так же круто используют сами лямки. То есть ты надеваешь этот рюкзак, и они не выглядят как лямки для рюкзака. Да, эта штука выглядит как разгрузочный жилет, причем в сочетании вот с этим цветом, вот с тканью, вот этот весь баллистик. Посмотрите, как эти складки, ну это вот, ну это же кайф. Ух, похоже, как будто я вам пытаюсь его втюхать, да хрен там, это мой рюкзак. Ну, соответственно, все это дело можно замкнуть, чтобы он у вас как бы на плечах не разъезжался. Но напомню, вот такая форма лямок, она как бы держит этот рюкзак и так прекрасно. Соответственно, замыкается здесь, вдеваете сюда этот вот свой драгоценный слайдер. Вот он вот, вот здесь. И застегиваетесь, то есть вы на ближайшее там время обеспечены комфортным хождением. Вот так вот. Слайдер теперь еще надо будет попытаться туда вставить. Но я забыл, что у нас есть специальная лопатка, которая нам в этом поможет. А если ты не сможешь справиться, то я порекомендую тебе перейти вот здесь по QR-коду. И там один очень настойчивый чувак объяснит тебе, как это вообще делается. Мы с вами сейчас находились непосредственно в задней части нашего рюкзака. И вы знаете, стоит отдельно отметить, наверное, наличие крышки доступа непосредственно к оборудованию. Именно со стороны спины. Во-первых, самое первое. Самое первое, что приходит в голову обычному юзернейму, обывателю, это Да вот, блин, я лицевой части рюкзака буду ложить его в грязь, ну типа в действительность. Смотрите, чуваки. Именно по этой причине, в отличие от того же там ProTactic'а и еще каких-то рюкзаков, у которых здесь куча-куча всякого, за что может цепляться грязь, здесь все сделано относительно гладко. То есть здесь даже вот эти вот хлястики все, они выполнены из какой-то резины, из какого-то каучука, чтобы это все легко протиралось. То есть даже если ты какой-то поросенок, да, ты бросишь свою вот эту вот шимоду, что в принципе нельзя делать. Ты что, сдурел столько денег? Даже если ты ее положишь в какую-то лужу, все это дело можно легко вытереть. Намочил тряпку, блин, вытер его, и оно опять все у тебя целое. Потому что здесь в принципе цепляться не за что. Поэтому они подумали, что лучше, наверное, испачкать баллистик на рюкзаке, который легко моется, да, чем испачкать какую-то кофту, либо футболку, худи, либо еще что-то, которое надо будет стирать, и которое, скорее всего, ты не увидишь, что ты ее испачкал при вот таком вот расположении рюкзака, правильно? Да, ты пришел, смотри, у тебя грязь, ты кладешь рюкзак, ты пачкаешь лямки, ты пачкаешь задник, ты пачкаешь все. Ну да, у меня вот здесь вот чистенько, хо-хо, прикольно. Но здесь есть еще один момент. С этой стороны к тебе не подлезет жулик. То есть если у тебя техника закрыта вот так, вы все знаете вот эти вот мировые достопримечательности, где вот всякие наши коллеги-зиваки ходят с рюкзаками, из которых читайным образом исчезают объективы, там целые камеры с сетапами и все такое. Ну просто есть жулье, которое ловко тебя отвлекает, да, и открывает твой рюкзак для того, чтобы вытащить у тебя там пару дорогостоящих объективчиков. То есть здесь крышка эта создана именно вот в таких целях. Во-первых, она всегда чистая, чистая твоя одежда. Во-вторых, у жуликов нет доступа к тому, что здесь у тебя лежит. И в-третьих, даже если ты забудешь закрыть этот чемодан, у тебя оттуда никогда ничего не вывалится. Почему? А потому что все это лежит на твоей драгоценной, красивейшей попе, друг мой. Так, что, идем дальше? Конечно же, торцы. Торцы, это вот то, почему определяется рюкзак в принципе. Первое, что бросается в глаза, это два вот таких вот каната. Один канат сделан из резины. Знаете, вот, любовь к мелочам, да, вот смотрите. Ну вот, ну казалось бы, ну тут что, зачем? Вот та подкладочка, да, вот это вот это, это то, это все. А потому что вот эта штучка не даст ускользнуть отсюда ничему. Ну типа, с ремешком как бы все понятно, как бы ты его не застегивал, да, он просто прижимает, но он не держит. А резина, ты ее затянул, и она держит. Потому что у нее коэффициент трения гораздо ниже или выше. Вы, физики, пишите в комментах, ниже или выше коэффициент трения. Ну, я не знаю, там, палатку, надувной матрас, там, надувную жизнь, да все что угодно, блин. То есть вот здесь в этом плане, конечно, все по дефолту, все по стандарту. Цепляй хоть черта лысого. Далее, что у нас тут? Конечно же, это карман, волшебный карман, в который попадать, кстати, в принципе, можно эту штуку не отстегивать. Но я отстегну вам, покажу, как это вообще все работает, в принципе. Волшебный карман, внутри которого у нас есть два отсека. То есть есть одна вот такая штука, сейчас про нее расскажу. Здесь есть вот такой вот один полупрозрачный отсек. Для чего делаются полупрозрачные отсеки? Для тех, кто не понимает, для тех, кто в танк. Для того, чтобы вы видели, что здесь лежит. То есть сумка, это, в принципе, всегда такая вещь, вот такой предмет, в котором надо шариться. То есть вам постоянно надо шариться. То есть, ой, посмотреть, что там лежит. А как вот посмотреть вот в такую щель, что там лежит? Тебе отсюда все придется в этаж. А вдруг ты там забыл лезвие с прошлой побривки? И все пальчики такие, ща, под корешок. Вот, а тут у тебя все прозрачное, красивое. Сразу видно всем, сколько у тебя там денег лежит и все такое. Здесь точно такой же карман, только он уже такого красивого бирюзового цвета. Вообще, это мой любимый цвет. Так, парни, вот это, смотрите, я закладываю, закрываю. Очень важный момент, этот рюкзак можно мочить, его прям можно кидать в воду. С ним ничего не будет, потому что у него есть класс влагалища, влагозащит, влагалища защища. У него есть класс влагозащиты, вот. Потому что здесь все молнии сделаны таким образом, что вода туда не попадет ни при каких условиях. Вот вообще не при... Нет, естественно, если ты там нырнешь с ним в болото и будешь его специально топить. На тебе рюкзак, на тебе, ха-ха, кто теперь умер? Естественно, он намокнет. Ну, лучше так, конечно же, не делать. Вот такой волшебный карман раскрываем. Во-первых, это быстрый доступ вот туда, в те два кармана, которые у нас есть, чтобы нам не приходилось раскрывать весь вот этот вот лопух. И из этого кармана достаем такую интересную штучку. То есть, смотрите. А? Каково вам, а? Пятишка пива вообще вот так вот на изи и пошел в паху. Да я не, шучу. Мы же с вами все туристы, альпинисты, жошлики. Жошлики, любители велоспорта и все такое. Сюда мы будем с вами ложить a bottle of water. A bottle of water. Мало того, что bottle of water, так сюда еще можно прицепить, знаете, такой термос с карабинчиком. Еще будет висеть термос. То есть, у тебя, мало того, на разгрузочке у тебя висит водичка, еще на этой водичке висит термосик с карабинчиком. И вот это вот все, и вся эта штучка, она еще вот так вот закрывается. А? Ну как тебе, а? А если друг тебе дал поснимать объектив какой-нибудь, если у тебя есть друг, скорее всего, если ты фотограф или видеограф, у тебя, скорее всего, нет друзей. Ну давай представим, что у тебя есть друг. Ну вот. Он тебе может дать какой-нибудь объектив, который ты можешь сюда положить. Ну ты так, ой, фу, у тебя объектив в масле. И положу его сюда, чтобы не пачкать свою технику. Смотри, вот запросто взял, положил. Естественно, эта штука снимается, и вот тут вот у нас появляется новогодняя загадка. Вы знаете, тут такие карабины интересные, они такие крохотные. Вот. В чем заключается загадка? А она заключается вот в этой вот штуке. Правда, похоже на трусы, да? Ну вот смотри, такие чистенькие, правда. Вот. Я не знаю, для чего вот это. Drop pocket. Drop pocket. Ну да, разгрузка. Бросай карман. Вот. Первое, что приходит в голову, это вот это. Ну типа, знаешь, как можно сделать? Можно вот так одеть, положить сюда 11-дюймовый iPad. И такие, у тебя в горах спрашивают. Братан, сколько время ты такой? Время пить пиво. Для этого, наверное, да? А может, не для этого, я не знаю. Ну как бы прикольно, что эта штука здесь есть. Это вообще офигенно. И вы знаете, пока я вот вам показываю вот этот вот карман, я почему столько времени уделяю? Сейчас куча юзернеймов, куча юзернеймов уже сидят там у них у всех уже, вот эти вот места сзади. Они подожглись, они уже греются, там уже прожгли к соседям туда дырки. Итак, где? Что где? Где быстрый доступ? Где наш быстрый доступ, Тарал? Что ты нам тут втюхиваешь? Он сорокен стоит, там нет быстрого доступа. Есть. Вот здесь. Он есть вот здесь. Причем, когда ты возьмешь этот рюкзак, ты сразу же, ну, поскольку ты из вот этих вот чуваков, ты же полезешь его искать сразу же. Такой, так, быстрый доступ, быстрый доступ. Ааа, нету быстрого доступа, Тарал, скотина, что ты здесь? Нет, он есть, сейчас мы до него доберемся. Он находится вот здесь, просто здесь надо вот этот вот ложемент отсюда снять, снять с него чехол. Внимание, тут есть ложемент, у которого есть свой чехол. Много ты знаешь ложементов юзернеймов, у которого есть свой чехол? Я вот первый раз вижу такой ложемент. В общем, здесь такой же точно карман. С той же разницей, что внутри он как бы сделан и предназначен для того, чтобы ты вытаскивал свою вонючую камеру из рюкзака. Ну, вот фотографы любят такую фигню. Я, типа, ты кто? Я стрит-фотограф, я делаю вот так. Он берег такой рюкзак, фа, на пузо, достает камеру, такой, джа-джа-джа, джа-джа-джа, наснимал херни, которые никто не будет смотреть. Положил обратно, идет такой крутой. Зато у меня есть рюкзак с быстрым доступом, you know, вы не понимаете, не шарите. Ну, в общем, с этим разобрались, да? Еще один карман, еще одна такая штука. Можно две двушечки пива взять. С двух сторон идешь, два пива у тебя. Воткнул туда трубочки. И вот так идешь, сосешь с двух трубочек. И такой, вау, я зошник. Пиво, это ж хлеб. Хлеб, это натур-продукт, да? Рожа, пченица. Так, ну что, едем дальше. Смотрите, первое, что еще, за что мне еще предъявят начинающие все юзернеймы, скажут, таран, вот здесь вот дно, но здесь нет молнии нигде. Я тоже, если честно, не вижу молнии. Вот со дна, откуда достается вот этот вот контрацептив, который ты надеваешь на свой рюкзачок. Сначала я подумал, что, простите, я объелся, я толстый. Вот, сначала я подумал, что, окей, но если он защищен там по классу водозащиты какой-то, значит, ему, наверное, вот этот контрацептив не нужен. Ну, типа, зачем, нафига? А нет, он там есть. Я вам сейчас покажу, где он лежит. Ну, не здесь, вот здесь. В быстром доступе как бы его нет. Но, сзади у этого рюкзака есть вот такая вещь. Ты же знаешь, да, что ты навалишь сюда мое почтение, и, скорее всего, кто-то там из твоих знакомых, может, твоя девушка, мама, подружка, сестра, я не знаю, младший брат, парень твой субтильный, там еще кто-то. Они же не смогут носить этот рюкзак, как нормальные люди носят. Поэтому здесь сделали ручки. То есть, смотри, ручка здесь, и ручка вот здесь. А? Понял о чем? То есть, если он у тебя открыт, у тебя есть две ручки, чтобы взять его куда-то переставить. Ну, вот ты на свадьбе там молотишь что-то, подходит с фотографией, так, быстро убирай свое говно, мы сейчас тут будем снимать, быстро убирай. И тебе вот вместо того, чтобы вот это вот все закрывать, там, как-то пытаться, ты просто берешь вот так, хоба. То есть, у тебя рюкзак превращается в поднос. Такой, хоба, и ушел. Ушел, проклиная фотографию. Вот, ну, не суть. То есть, это наводит, опять-таки, на мысли о том, что, о чем? О том, что здесь крышка находится сзади. И прикол самый, знаете, в чем заключается? Эта крышка не открывается так, как вы привыкли. Понимаете? Во-первых, здесь карабины. Посмотрите, они с мою ладонь. Они с мою ладонь. Это что за карабины такие? Я не понимаю. Это просто какой-то восторг. Здесь есть карабины. Но крышка эта открывается не так, как ты думаешь, юзернейм. Крышка открывается вот так. Ну, ты понял, да? Не вот так, а вот так. Знаешь, почему? Потому что здесь есть эти ручки, которые делают из твоего рюкзака что? Правильно. Поднос. Можешь положить сюда шашлычок, поставить пивасик. И вот так вот подойти куда-нибудь к соседней компании. Да нет, я прикалываюсь. На самом деле, это очень удобная штука. У вас нету вот этого лопуха, который переваливается куда-то еще. Как правило, рюкзак кладется в какие-то ниши. Вот, чтобы из ниши из этой достать что-то, да? У тебя, как правило, эта крышка всегда. Ну, вот такое вот в багажнике автомобиля, на заднем сиденье там, либо еще где-то. У тебя эта крышка всегда куда-то упирается, и она постоянно падает. Здесь этот вариант исключен. То есть, она здесь открылась. Вон она. Все. Здесь по совместительству у тебя еще есть еще один карман для ноутбука. Ну, типа, здесь на самом деле два кармана для ноутов. Это потрясающая штука. Сама крышка, конечно, это сделано из какого-то, я не знаю, баллистический какой-то силикон, который будет выдерживать там ядерный взрыв, там что еще. Ну, она просто неимоверно толстая, классная. То есть, это нам говорит о чем? О том, что она прижмет все твои объектосики, камеры очень крепенько сверху. И смотри, я давлю 120 килограмм во мне, чувак. Я не могу продавить этот рюкзак. Я даже могу встать на него, но я не буду этого делать. Я сломаю ноги себе. Вот. У него очень, очень, очень доброе сердце. У него очень плотные стенки. И смотри, я сейчас достаю ложемент. Ты когда-нибудь видел ложемент с персональным чехлом? М? Юзерный. Персональный чехол для твоего ложемента. Ну, какова красота, а? Посмотри. То есть, что нам это дает? А дает это нам то, что, допустим, если ты собираешься ехать куда-то на отдых, куда-то там телепортироваться в жаркие страны или еще что-то, и тебе не надо тащить с собой рюкзак, потому что у тебя и так уже есть огромный там пару чемоданов, которые тебе можно сдать там куда-то вручную кладь. Что тебе для этого надо сделать? Тебе надо просто собрать вот этот весь ложемент там электроникой, которая у тебя есть, там объективы, камеры, прочая всякая фигня. Засунуть его вот в этот чехол и просто положить его в чемодан. Ну, ты понял, да? А вот этот вот рюкзак автоматически у тебя становится рюкзаком для чего? Правильно. Рюкзаком для вещей. То есть, у тебя вот чемоданный отдел. Заметил, да, предназначение крышки еще раз? Это чемодан. Посмотри. Это чемодан, это рисунка. Это чемодан. Ты напихиваешь барахло сюда и напихиваешь барахло вот туда сверху. Сейчас тебе покажу, что там творится наверху. А пока вот это все, ты насладился уже, да, все. Я вспомнил вдруг про вот эту вот штуку. Помните контрацепив, да? Который спасает тебя от дождя. Смотрите, как он сделан. Боже, это просто, это, ну, это самый шик. Смотри. Смотри, какой кайф. Сюда вставляешь руки, ноги. Надеваешь на голову. Нет, на самом деле нет. Этот чехол надевается на твой рюкзак. Когда ты идешь прям вообще в каком-то лютом дожде, лютый ветер, какой-то лютейший снег. Не потому, что он промокнет или еще что-то, а просто для того, чтобы когда ты пришел на место куда-то, либо домой, либо на место съемки, ты снял этот чехол и у тебя чистый сухой рюкзак, который не промокает и не боится ветра с пылью ни в чем. Просто это, ребят, эстетика. Это эстетика. И вот из этих мелочей ткется вот это покрывало качественных вещей. Качественных вещей, которые заслуживают моего внимания. Я редко делаю обзоры, вообще редко на что-либо. Теперь внимание, как эта штука складывается. Засовываем руку сюда. Как тебе такое, Илон Маск? Засовываем это все сюда. На самом деле, эту штуку можно оттуда и вытащить, но эта штука на самом деле является еще не кислым таким демпфером для твоей техники. То есть, когда ты рюкзак бросаешь, в него что-то бьется. Это офигенная дополнительная защита, но даже без нее эта стенка здесь усилена каким-то... Это как силикон какой-то. Вот вы когда-нибудь у девушки с пушапом брали лифчик в руки? Вот что-то вот типа вот такого вот. Закрываем это все дело гигантскими замками. Идем в торец. Открываем борт. Здесь открываем борт. И засовываем этот язычок вот в эту крышпочку. Выглядит это все дело плюс-минус вот так. Что это нам дает? Это нам дает как раз-таки вот тот самый карман быстрого доступа. Да, естественно, для этого вам надо пересмотреть там оборудование этого лошемента. Всего внутри, да. Но вот как бы тем не менее. Вот этот самый главный писк из кулеж юзернемов о том, что там нету... Господи, что делать? Нету кармана быстрого доступа, боже. Вот. Он там есть. То есть, все, что тебе надо сделать, это ловким жестом, как я уже говорил, скинуть рюкзак на сторону, достать отсюда камеру, что-то поснимать, положить ее обратно, закрыть. Вуаля. Вот тебе быстрый доступ. И давайте, если мы уже про ложемент все время... Да что мы все, ложемент, ложемент. Давайте мы с вами сейчас поговорим непосредственно о наполнении этой штуки. Потому что сделано оно, опять-таки, как и все, в принципе, в этом рюкзаке крайне качественно. Вот самая крайняя степень качества, которая может быть... Вот качество есть же вот это. Вот это оно. То есть, самое первое, на что обращаешь внимание, она жесткая. Такое чувство, что она сделана из какого-то металла, но нет, это какой-то плотный-плотный-плотный пластик, он при этом нифига не весит. И вот эти стенки, и вот эти стенки, они все сделаны, набраны из того же самого. Плюс, эта вся штука выглядит, как будто что-то какое-то нетканное, как будто проклеено, хотя липучки здесь, как бы, на самом деле и прошитые. Вот. Я сейчас не буду вдаваться здесь в подробности, но хочу отметить, вот знаете, то, что я подчеркнул, как человек, искушенный, наверное, рюкзаками, это вот эти вот штуки. Это вот эти вот маленькие перегородочки. Вот эти вот. До которых не догадывается, до сих пор вот не догадывался. Да, теперь-то все посмотрят, скажут. А! Мы тоже так умеем. Не догадывался ни один производитель. Для чего это надо? Это надо для того, чтобы делать отсеки под накамерные мониторы, под видеосендеры, под рекордеры, под какие-то батарейки. То есть, вот вся та плоская, не очень объемная периферия, которая у нас с вами, юзернейм, лежит, как правило, ну согласитесь, да? Вот в этих вот здоровых карманах. То есть, ты кладешь сюда накамерный монитор, он у тебя там вот так болтается. Здесь же ты строишь ложемент таким образом, чтобы у тебя непосредственно сам монитор находился вот прям чутко в своем посадочном месте. 7 дюймов моник, как влитой становится. Что касается высоты, он сейчас просто лежит. То есть, 7-дюймовый монитор здесь замыкается. То же самое касается и объектива, смотри. Классика 16-35 первого поколения. 24-70 будет чуть-чуть выше этого объектива. Он запросто становится по высоте. Хоть так. Хоть вот так. Хоть как. Давай возьмем объектив более экзотического склада. Допустим, киношный Мэйки 35. У этих объективов, которые делали в свое время под PL-байонет, да? У них есть вот такой некий тубус, который подстраивается под E-байонет на Sony. То есть, рабочий отрезок от матрицы. Здесь он находится довольно-таки далеко. И они вот начинают делать вот такие вот штуки для абсолютного большинства юзернеймов непонятные. Все такие, что это за труба? А это просто, чтобы твой объектив работал. Эта штука удлиняет этот объектив еще на 6 сантиметров где-то. Становится Мэйки 35, да вообще на изи. Еще и плавно прижимается вот этим мягеньким баллистиком здесь сверху. Что у нас еще есть? Мой любимый 35, это толстенный объектив. Но что касается толщины этих объективов, да? Тут вы уже эти стенки все настраиваете там на свой вкус, как хотите. Абсолютно буквально. Единственное, что особняком, конечно же, давайте будем честны. Да, особняком, конечно же, будет стоять там наличие какой-нибудь оптики типа 100-миллиметровый серой аноморфот. Вот мой любимый сотка, вот эта штука по высоте, она как бы находится уже вот прям впритык, где-то вот впритык-впритык. Но смотрите, есть маленький фокус. Рюкзак все равно закрывается. То есть, если сюда не ложить iPad или, допустим, какой-то ноутбук, рюкзак у тебя закроется вообще на изи. То есть, проблем с соткой нет. Но на самый крайний случай, да, вы ее всегда можете положить вот так вот. То есть, сотка есть. Мало того, как вы уже поняли, да, этот карман вам по длине позволяет взять какой-то негабаритный. Давайте представим, что это 70-200. Взять какой-то негабаритный объектоз и положить его вместе с тушей непосредственно вот в этот вот ложемент. Естественно, речи ни о каких 200-600 здесь и быть не может. Естественно. Но есть маленькие фокусы, да, которыми мы с вами можем пользоваться. Мы можем этот 200-600 положить в родной его чехол и просто прицепить его вот сюда. Вот за вот эти вот тросы, вот за вот эти вот веревки. Ну, это же логично? Это логично. Это будет гораздо удобней, чем пытаться влезть там в какие-то другие бюджеты, в рюкзаки более монструозных каких-то размеров, да. И потом всю жизнь жалеть о том, что, о боже, у меня такой гигантский рюкзак, а я в нем нифига ничего не ношу, потому что 200-600 это абсолютно тотально полочный объектив. И вот нагрузившись вот этим вот всем, мы теперь с вами приступаем к чему? Правильно, к сбору барахла в поездку. То есть мы переходим вот сюда. Первая, конечно же, это вот эта часть, про которую я говорил. Она выполнена максимально гладко, чтобы можно было ее помыть. Здесь есть вот такие вот два, как это назвать, ну, две стропы вот такие вот, да, собственно говоря. Для чего, опять-таки, для всего, чего угодно. Скейтборд, сноуборд, какое-то барахло, какой-то рулон. Тот же самый 200-600 в чехле или какой-то негабаритный объектив в чехле, в которых они, кстати, продаются в этих чехлах. Вы можете загрипповать именно сюда, потому что здесь для этого просто, там, только черта лысого, что нет. Все это дело можно прикрепить. Первое, что бросается в глаза, конечно же, еще один отдел для ноутбука. Еще один отдел для ноутбука, боже, да сколько, боже, ноутбуков. И там ноутбук, и тут. Мало того, глубина этой штуки, ну, смотрите, я прям руку туда засовываю. То есть 16-ка влезет сюда вообще без проблем на изи. Если у тебя макбук про 16, Windows-компьютер я не рассматриваю, я не знаю, каких они размеров, там, наверное, полтора на два метра, вот такие вот. Вот, ну, как бы маки, маки шовинистые, да? Маки сюда кладутся, как бы, вообще без особых проблем. Далее у нас еще два прозрачных кармана, вы запомнили, да? Почему производители делают прозрачные карманы, чтобы вы по ним не шарились? Понимаете, вы открываете сумку, вы видите, что у вас где лежит. То есть, абсолютная классика, сюда скидываются там флешки и прочая всякая фигня. Это классика. Далее есть вот такая вот отдушина, опять-таки, сюда можно высунуть наушники, там хоть черта лысого. Но самое главное, что обычно юзернеймы вовнутрь там кидают какой-нибудь здоровенный пауэрбанк. Либо здесь у тебя лежит ноутбук, там у тебя с барахлом лежит пауэрбанк, сюда протаскивается провод, и твой ноутбук заряжается, пока ты куда-то идешь. Самое главное правило это что? Любого человека, который всю жизнь тусит с рюкзаками, это не ложить шоколадки рядом с заряжающимся ноутбуком. Ну, потому что у тебя это все потечет. Но поскольку рюкзак у нас имеет степень водонепроницаемости, там какой-то айпэ, там что-то там, наверное, скорее всего, но он так выглядит, да? То весь шоколад у тебя останется в рюкзаке. Но есть один очень жизненный лайфхак. Тебе надо положить этот рюкзак в морозильник, шоколад весь застынет, а потом его просто отковырять и съесть. Ну, или подружку угости. Видишь, у нее еще мало складок. Вот. Короче. Карманы тут, карманы здесь, здесь и вот здесь, и вот здесь. И вот здесь вот есть... Здесь две липучки. Я не знаю, для чего они. Скорее всего, это предназначено для каких-нибудь чехлов. Знаете, чтобы что-то не вылетело или еще что-то. Ну, вот здесь две липучки. И они прям ощутимо так цепляются здесь. То есть, кошелек, наверное, с липучкой, да? Засунули, и он у вас не вылетит даже при открытом рюкзаке. То есть, если вас кто-то ограбит, будет вот так вытрухивать рюкзак, кошелек не выпадет. Ах, какая задумка. Да, забирайте объективы, дорогие. Главное, чтобы кошелек никто не трогал. Ну, и самая мякотка, да? Переходим. Вот этот узел, видите, да? Как у твоей подружки на голове, плюс-минус. Смотри. Хоба! То есть, ты понял? Вот это у нас фото-видео оборудование. Вот эти две трети. Это барахло. И вот я его размотал, правда, рано. Но я хотел тебе показать, что не разматывая рюкзака, есть возможность попасть непосредственно вовнутрь рюкзака. Через вот такую специальную... Блин, посмотри, как тут красиво. Боже, оба! Знаете, если была бы самая красивая щель на свете, то это вот карман этого рюкзака. Ну, посмотрите. Ну, вот, 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 казалось бы, ну, чё тут? Ну, вот, вот. Карман, карман. Вот этот карман, он там с клеёночкой, потому что туда можно сложить грязное бельё, носки какие-то там, трусы или ещё что-то. Этот карман для чистого, например, белья. Ну, то есть, вот, бельё, бельё. В центре у тебя одежда лежит. Ты понял? То есть, у тебя здесь получается ещё дофига места. Его тут просто неприлично много. Мало того, в этой штуке внутри есть ещё какой-то карабин. Я так и не понял, зафига он там нужен. А, да, вот эта вся фигня отстёгивается. Вот она, вот. Она отстёгивается вот отсюда. Как ты отстёгиваешь? Отвечай поскорей. Не задерживай добрых и честных людей. Знаете, тут есть дырка, через которую эта штука выворачивается. Вот эту штуку можно снять, она на молнии и постирать. Потом её примолнить обратно и завернуть обратно. Как вам такое, а? Чёрта лысого можно спрятать сюда. Смотри. Сигнул. Добро пожаловать ко мне в щель. Ну, если бы он умел говорить, он бы так и сказал. Напихали сюда барахла. Сделали пару виточков. Засигнули карабином. И эта штука не пропускает воду. При этом, при всём, вы имеете сюда быстрый доступ. Надеваете всё это дело себе на вашу великую могучую спину. И идёте подписываться на канал. Наконец-таки уже ставить лайки. Чё вы как дураки, блин. Давайте вот прямо сейчас, если досмотрел до этого места. Поставил лайк, нажал на колокольчик. Если тебе тяжело смотреть Ютуб, у тебя кончается ВПН. Либо нет 90 рублей на ВПН в месяц. Там внизу есть описание со ссылками на Рутуб, на ВК и на Телеграму. Можете пройти на Телеграму. Можете пройти туда и подписаться. И самое главное, поставить лайки. Если тебя возбуднул мой сториз. Если тебе понравился рюкзак, то милости просим. Там ссылочка в описании. Когда будете покупать, передавайте привет ребятам от Тарана. Всё, всем пока. Ставьте лайки. Я уже это говорил. Да, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова